Слотокинг. Королевский сезон начинается. Друзья, приветствую вас. Это YouTube 24 канала. Для вас работаю я, Ирина Узлова. И сегодня со мной Мухтар Аблясов, политик, казахстанский предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана». Мухтар, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Россия практически всю неделю кошмарит и терроризирует юг Украины, Одессу. В ночь на 23 июля, в этот день, когда мы с вами делаем интервью, запустили россияне, террористы, снова ракеты. Целый такой ракетный коктейль и микс просто-таки. 19 ракет разного типа, разного вида базирования. В нашем офисе президента Украины, в частности, Михаил Подоляк и Андрей Ермак, отмечают, что Россия демонстративно уничтожает Одессу, разрушает портовую инфраструктуру, убивает гражданских. Мы с вами понимаем, осознаем, что делает это все Россия в рамках своего зернового террора и шантажа после демарша зерновой инициативы. И вот Подоляк отметил, что Россия желает окончательно уничтожить зерновую сделку, закрыть для Украины любой выход в Черное море, запугать терроризмом. Что делать, говорит он, спрашивает, выйти из политической прострации, ускорить поставки средств ПРО, защитить зерновые коридоры и портовую инфраструктуру и перестать считать, что есть иное решение, кроме безусловного проигрыша Российской Федерации. Цели России очевидны. А какой выход видите вы из сложившейся ситуации, из сложившегося террора, которым Россия пытается не только лишь, видимо, зерновую сделку сорвать, а еще и усадить Украину и Запад за стол переговора в дальнейшем? В прошлом эфире я прогнозировал, что Путин будет вынужден подписать зерновую сделку и аргументировал его конкретными цифрами. Я хотел бы сейчас их напомнить, чтобы понимать, почему это может и должно произойти. Торговый оборот между Турцией и Россией за 2022 год вырос на 84% и составил 62 миллиарда долларов. Это первое. Второе, я в этом эфире говорил, что на кону у Путина следующее. Дело в том, что 150 миллионов тонн нефти российской идут через Босфор, Проливы и Дарданеллы. Это где-то, если по текущим ценам посчитать, приблизительно около 75 миллиардов долларов. Одним словом, транзит разных грузов через Пролив, Босфор и Дарданеллы таков, сумма его исчисляется минимум 150 миллиардов долларов. А сама зерновая сделка, хотя там российские пишут, что сделка порядка 5,5, но это, по моим оценкам, около 10 миллиардов долларов. Итак, у Путина на кону стоит 150 миллиардов долларов минимум, оборот связанный с деятельностью и взаимоотношениями с Турцией. И второе, на кону это 10 миллиардов долларов. Конечно, он бы, скажем, хотел бы, чтобы вообще этой зерновой сделки не было. Ему это невыгодно. Но я показывал, что здесь есть инструмент давления, очень сильный. И ясно, что Запад сейчас, я поддерживаю позицию подалека, должен продемонстрировать, что у него эти рычаги есть. Они действительно есть. И здесь необходимо оказать давление на Эрдогана. И этот инструмент всегда работал. Просто до последнего момента Путин считал, что инструмент этот будет применен. А сейчас он, увидев, что есть всякого рода разногласия, как среди НАТО и Украины. Это мы видели на заседании НАТО, перед заседанием НАТО. Дальнейшее заявление президента Чехии Павел, он вообще сказал, что Украине окно возможности до конца этого года. То есть Украина должна продемонстрировать свою силу, организовать контратаку, что если Украина не сделает всего этого до конца года, то дал понять, что будут другие последствия. И мы все прекрасно понимаем, что имел в виду Павел. А это добиваться, чтобы Украина уже пошла на переговоры с Россией. Вот, собственно, то, что озвучилось, то, что в кулуарах звучало между лидерами стран НАТО, озвучил Павел. Его специально, по сути дела, что называется, выступили неким голосом этого НАТО. Вот, и, собственно, Путин, когда увидел, что есть разногласия, что Запад, скорее всего, сейчас колеблется, и что внутри есть разные силы, которые говорят, что надо с Путином договариваться, что Путин сильный, начал, собственно, это привело к тому, что Путин почувствовал, что зерновую сделку можно потопить, потому что ему сейчас пока не демонстрируют силу. Тот же Эрдоган, обратите внимание, он заявил, когда вопрос возник, что Россия не будет продолжать эту зерновую сделку, он заявил, что тогда военно-морские силы якобы Турции обеспечить безопасность грузов. Но вы видите, что буквально сразу же после того, как началась атака в сторону Одессы, Путин стал закидывать ракетам, он примирительно сказал, что вот Путин к нему приедет. Да, да, да. И мы поговорим и рассчитываем, что этот разговор, в принципе, будет эффективным. Он будет эффективным при условии давления со стороны Запада. Инструменты давления есть. И вот то, что Подоляк говорит, это абсолютно правильно. Это интенсивная военная помощь первая. Но кроме этого, необходима серьезная дипломатическая работа с Эрдоганом. Вот тогда зерновая сделка состоится. Она неизбежно состоится. Если сейчас, скажем, как Украина, так и Запад не проявит последовательность, Путин свой коридор расширит, коридор своих возможностей. Он тогда скажет, да, Запад меня боится. Вот я, оказывается, могу безнаказанно бить по порту, по Одессе, разбивать зерновую сделку, и мне за это ничего не будет. Тогда вот тогда зерновая сделка закроется. Я видел заявление Евросоюза, которые говорили, что мы пойдем типа железнодорожным и другим маршрутам, не будем использовать морские пути. Это для Путина будет как победа. Это будет для Путина как победа. И ослабление Запада, ослабление Украины, это он будет воспринимать, что вот можно и дальше оказывать давление. Коридор по времени, президент Чехии сказал, до конца этого года. До конца этого года он будет атаковать, кидать ракеты и, собственно, создавать ситуацию переговорную, выгодную для себя. Вот для чего он это сейчас делает. Путин еще помимо этого террора, у него еще требования есть. Там пять требований, их уже не первый раз озвучил в начале ООН, потом их озвучивает заместитель постпреда Российской Федерации при ООН, где тоже этот вопрос выносился на обсуждение. Но кроме решительного беспокойства мы, конечно, ничего не услышали. Как всегда, собственно говоря. И вот в этих требованиях, это подключение банков к Сфифту, возвращение в частности, также ослабление санкций. Путин требует, хочет и думает, что это увидит. Он хочет, чтобы заработал аммиакопровод. Ну там так, немало требований. А он рассчитывает, что кто-то пойдет ему навстречу? Или для чего он их выдвинул? Понимая, что, в принципе, это нереалистично. Это же торг. Собственно, и Путин организовывает торг, хочет выиграть что-то. И Эрдоган тоже разыгрывает эту ситуацию, тоже своеобразный торг. И сейчас Путин выставил, ранее было пять требований, сейчас выставил семь требований. И на самом деле для того, что он делает, например, он требует свит для Российской Фосбанка, в этом нет необходимости, потому что есть у него другие банки. Проходила же до этого экспортная операция, экспортная операция российских предприятий через другие банки. Это он, что называется, выставляет требования прощупывать позицию Запада. Но там ООН уже заявила, что давайте мы, эта позиция была Евросоюза, давайте мы дадим возможность проводить операции и откроем свит для дочернего банка Российской Фосбанке. Это тоже шаг назад. Это, скажем, Европа в этом случае показывает свою слабость. И Путин, когда видит, что Европа отступает, ну понятно, она согласовывает позицию и с Америкой, то тогда есть возможность шантажировать, требовать больше. Вот почему он эти сейчас выдвигают условия. Они неприемлемы, они до этого момента не принимались западным сообществом и Украиной. А теперь, когда он увидел, что, а вот она ситуация, что у Украины сейчас нет той самой контратаки, которой, ну, ожидалось всеми, и тем более президент Чехии сказал, что у вас окно возможностей до конца года, вот и он почувствовал, что, ну, идут разногласия. И в том числе, кстати говоря, я хотел бы сказать, что были озвучены эти разногласия, они достаточно публичные были, когда определенные упреки пошли в сторону министра обороны Великобритании. Это публичное было, скажем, разбор полетов, пояснение и так далее. Ну и потом, кто такой президент Чехии? Президент Чехии, он не является лидирующим звеном в НАТО. Мы знаем, что в НАТО ключевую роль играет Соединенные Штаты Америки, ну и, собственно, сам Евросоюз. А тут, когда идут заявления со стороны президента Чехии, опять же, политики прекрасно понимают, что он озвучил фактически кулуарную позицию ведущих стран мира, которые хотят решить их действия со стороны Украины, но при этом сами не обеспечили Украину достаточным количеством оружия. Даже такая мелочь, казалось бы, ну, возьмем известного Арестовича, который в эфире у Фейгана, скажем, очень нервно, я бы даже сказал, используя ненормативную лексику, обвинял американцев в том, что они не могут закрыть поставки микрочипов и всего прочего, которые используются для крылатых ракет. И, как сказал Арестович, объем этих ракет Россия, все ожидали, что упадет, а он вырос в два раза. И понятно, что он представляет в любом случае, как бы его не выстраивали, что он сам по себе, Арестович, он отражает позицию реально политическую. Это мы все прекрасно понимаем. И Путин тоже это легко читает, у него команда легко читает, что есть какие-то разногласия, есть какие-то обиды. Соответственно, есть течения, раз их озвучил президент Чехии Павел, которые говорят, надо сворачивать войну и как-то договариваться. Вот, собственно, для того, чтобы приговорная позиция у него была сильная, он начал, как бы, что называется, выставлять такие неприемлемые требования, которые обычно делает с позиции силы. То есть он демонстрирует, что он сильный, вот он бомбит, вот он, что называется, наплевал, а ну-ка давайте. Вот когда ему а ну-ка давайте продемонстрирует, когда Эрдоган под давлением Запада будет вынужден, пусть даже дипломатически сказать, слушай, Вова, тут такая ситуация, давай сделку делай, и тебе будет хорошо, и мне. Я, типа, развел эту ситуацию, ты уступил, ну, отожми там Россельхозбанк, там свифт для его дочернего банка, еще что-нибудь по мелочам, ты уйдешь с лицом победителя, и я буду крутой разводящий. Тут все хором забыли по поводу его обещания военного морского флота, теперь считают, что он там дипломатически разведет. На самом деле это сговор, сговор между Путиным и Эрдоганом. Я по этому поводу никаких иллюзий не питаю, понятно, есть у меня свой опыт тоже работы с Эрдоганом. Я прекрасно знаю, что Эрдоган очень продуманный, каждый шаг свой продумывает. И сейчас, когда я вижу в западной прессе говорится, что Путин больше зависит от Эрдогана, это не соответствует действительности. Это не так. Они настолько взаимозависимы друг от друга, что они всегда заинтересованы договориться так, чтобы был компромисс выгодный как для Турции, так и для России. У никого не должно быть иллюзий. Эрдоган, понятно, работает на свою страну, на себя лично, но если торговые обороты, его размеры все посмотреть, он на стороне Путина, он всегда будет там. И, собственно, его политическая система, она же не демократическая в чистом виде, как Европа и так далее. Контуры есть, безусловно, но он ближе к Путину. И поэтому он будет там, и каждый из них в этой ситуации будет выжимать максимальную прибыль. Эрдоган отожмет, будет убеждать Путина сделать сделку. Но Путин, да, если даже на него сильно надавит и пойдет на сделку, он, получается, успел нанести ущерб Украине. Он бомбил порты, ну, нанес, сжег какое-то количество зерна. То есть он из этой ситуации, по сути дела, выйдет с плюсом. Вот цена вопроса, то, что, когда он увидел, что есть определенные разногласия между, скажем, западным сообществом и Украиной, он этим воспользовался. Вот он выжил из этой ситуации и выжимает, и будет выжимать дальше. А кто должен надавить на Турцию? И вообще, может ли кто-то это сделать? Кто надавит Турцию? Кто надавит на Турцию? Ну, смотрите, на Турцию вообще легко давить. Я в прошлом эфире говорил, что Эрдоган сидит на нескольких стульях ровно столько, сколько ему позволяет. Обратите внимание, как произошло все решение по Швеции. До заседания НАТО, сколько шума было, что все, он не даст и так далее. Раз, никаких конфликтов, Швеция становится участником. Более того, он пообещал, что ускоренно ратифицирует парламент в сентябре решение согласия, чтобы Швеция вошла. То есть не было никаких скандалов, казалось бы, да? А что это вдруг Красов согласился? Понятно, что это дипломатическая работа Европы и Соединенных Штатов. Америки. Его Турцию, как и в прошлый раз я говорил, никакие санкции не нужно загонять. Механизмов давления на Эрдогана множество. Я просто цифры вам просто озвучу, чтобы вы понимали. Вот товарооборот Турции с Западом. Я когда говорю Запад, я не все страны, кстати, считаю, свободный мир, так называемый. Это Соединенные Штаты Америки и Европа. Ну и там Канада, Австралия, Япония, Южная Корея. Вот общий, если торговый оборот смотреть, у Турции 617 миллиардов. Из них практически половина – это свободный мир. Это Америка, Европа и так далее. Доля России всего лишь 10%. Это при том все. 10% она стала по итогам 2022 года. А до этого была бы доля порядка 5%. То есть все очень понятно. Половина оборота Турции составляет именно западный мир. И у него никаких вариантов нет, как идти туда. И он хочет туда идти. Другой вопрос, примут или нет. Но он хочет. У него все построено на взаимодействии, торговле с западным миром. Поэтому он никуда не денется, если на него оказать давление. Он там. Ну и потом, я думаю, что надо еще знать, что экспорт, например, если его экспорт посмотреть, турецкий, это порядка 100 миллиардов евро. Это 40% всего экспорта Турции. Понимаете? Вот где зависимость. Поэтому именно, наверное, у многих вызвало удивление. Как же так? Кто-то говорит, ну он такой гибкий, отжал там какую-то себе ситуацию. И для Америки был хорош, и для Европы хорош. И что-то отжал. На самом деле, просто на него кулуарно, понятно, дипломатически надавили. И он просто без звука согласился. Здесь та же самая ситуация. Если Запад ему подожмет возможности маневрировать, не позволит сидеть одновременно на нескольких стульях, вопрос, что называется, будет стоять ребром, он никуда не денется. И он просто Путину скажет, знаешь, я, наверное, перекрою Босфор. Ты знаешь, мне вообще деваться некуда. Вот посмотри мой баланс торговлей. Они все считают. Путин тоже, в том числе, считает. Я в своих предыдущих интервью говорил, очень опасно из Путина делать некого недалекого человека, который трясется от страха. Вот все последние события показали, что это не так. Даже ситуация с Пригожиным. Две недели пресса, зарубежная и украинская, в том числе, обсуждала, радовалась, что Путин ослаб. А теперь посмотрите. Пригожин 29 июня встречается с 35 командирами с Путиным. Потом его армия, финансированная из бюджета России, перемещается в Беларусь. Теперь испуганный фактически ряд близлежащих стран. Я почему вынужден эту фразу как испуганную досмотреть. Польша, 40 миллионов населения, хорошая армия. Они вынуждены были подтянуть бригады, опасаясь, что некие Пригожинцы сейчас начнут создавать им проблемы в Польше. Это 40-миллионная Польша. Те же самые слова мы слышим от президента Литвы, Эстони и так далее. То есть эта ситуация не навредила Путину. Более того, она напрягла фактически членов НАТО. Понимаете? Поэтому это все идет от, скажем, тезиса, что Путин слабый, кто-то его расшатал, Пригожин, Стрелков, Гиркин и так далее. Это не так. Это опасный враг. Он ясно и четко использует преимущества. Как только он увидел, что есть определенные разногласия между членами Альянса, которые хотят прекратить войну и добиться поражения Путина, он мгновенно это использовал. Начал бомбить, ломать зерновую сделку. И все. И никакого не слабый. Надо смотреть реальности в лицо. Я каждый раз вынужден это повторять. Врага нужно знать и действовать. Он хорошо знает Запад. Запад, безусловно, большой, сильный, обладает огромными возможностями. Но с учетом того, что нужно договариваться с большим количеством участников стран, решение принимается медленно, где-то колеблется. Это разногласие. И как только эта ситуация возникла, он воспользовался. Мухтар, у нас пропадала связь, но возобновилась. И, в принципе, до слов воспользовался, было все нормально. Поэтому идем дальше. Хорошо? Хорошо. А вот Подоляк отмечает, что должны перестать уже считать в Западном мире, что есть иное решение, кроме безусловного проигрыша Российской Федерации. Но мне кажется, что далеко не все считают именно так, что есть только это решение, безусловный проигрыш. А кто-то еще продолжает думать, что возможно таки и поговорить как-то выйдет. Понимаете, здесь надо всем, что называется, дефиницию уточнить. Кто что понимает по словам проигрыш. Ну, например, я вижу позицию украинского руководства, что если мы или когда мы выгоним Путина с территории на 23 февраля, и плюс, вернемся, точнее говоря, к границам 91-го года, это значит, Крым возвращается в Украину, считается, Путин проиграл. Это одна позиция. Вот. Но это на самом деле не так. Так не получится. Это же очевидно. Потому что, ну, опять же, и на Западе, я думаю, это хорошо понимают. И в этом причина вот всех этих, скажем, задержек по поставкам оружия, о том, что кто-то хочет договориться. Потому что очевидно, что Путина даже если выгнать со всех территорий Украины, включая Крым, а это будет непросто, то война не завершится. Потому что Украина, получив западное оружие, получается, не может отпечать России западным оружием. А если Путин не остановит войну, будет продолжать войну, что тогда делать? Война не завершится. Поэтому здесь нужно, на самом деле, четкость, понимание, что значит поражение России. Я знаю, ну, скажем так, я, понятно, общаюсь с разными людьми, в том числе и с Украиной, достаточно высокопоставленными чиновниками. И существует такое мнение в Украине, что как только мы его выгоним, там начнутся процессы. Первое, население выйдет якобы на улицу, какие-то процессы пойдут в армии, генералы якобы начнут разворачивать свои войска, ЧВК там якобы созданы, их много, типа Пригожина. Они будут противоречить так нарастать, что, собственно, Путина свои же... Вот такая вот позиция. На самом деле, это понятно, что этого не будет. Почему понятно? Потому что для того, чтобы такие события произошли, именно были беспорядки в армии, для того, чтобы население выходило на протесты, нужно серьезное ухудшение экономики. Я в прошлом эфире озвучивал, что во времена Первой мировой войны между 2014 и 2017 годом, за 4 года, ВВП царской России упало на 18%. Два миллиона человек погибло, военнослужащих. Миллион человек гражданского населения. Три миллиона человек где-то приблизительно попало в плен. Вот были масштабы потрясений в царской России только после того, что это произошло, и была революция февральская и октябрьская. Конечно, в современных условиях мы понимаем, что такое количество жертв и не будет, но добиться, чтобы экономика России упала минимум на 10% в головой внутренний продукт, это можно. Только тогда будут те процессы, о которых думают, скажем, представители Украины. Я это по публикациям уже вижу, что вот эти все процессы, о которых я говорил, в армии и брожении среди гражданского населения наступят только тогда, когда люди почувствуют на себе тяготы войны, когда потеряют работу, когда будут серьезные перебои снабжением товаров и так далее. Понимаете, до этого этого не будет. А что мы имеем на данный момент? По этому году, по первым пяти месяцам уже заявлено, что произошел рост экономики порядка на уровне 0,6% и ожидается в промежутке до 1,5-2,5% рост. Инфляция на уровне 4,5-5,5%. У Турции, не воюющей Турции, сейчас инфляция 40%, а по прошлому году 80%. Понимаете? Поэтому пока тяготы войны не будут именно такими, пока действительно санкции не будут точными и эффективными, ждать, что то самое поражение будет, не стоит, даже если Украина выйдет к своим границам. Этого не будет. Это очевидно. Поэтому я уверен, что и американцы это очень хорошо понимают, и европейцы очень хорошо понимают, и они на самом деле хотят завершить конфликт. Возможно, некоторая часть течения есть, которая формирует политику. Они говорят, что давайте завершим войну. Если Украина успеет до конца года отвоевать свои территории, надо Путину убедить договориться и свернуть войну, потому что она нам дорого обходится. Ну, а потом как-то будем поддерживать Украину, оснащать оружием, чтобы не было следующего наступления. Вот, собственно, вот эти течения по этому присутствуют, потому что Запад, я уверен, прекрасно понимает, что даже если выгнать Украину на старые границы 1991 года, война на этом не закончится. Понимаете? Вот в этом суть. То есть нужно понять, что такое поражение. Я, например, так понимаю, что такое поражение. Разгром Путина. Понимаете? Это может звучить так радикально, но по-другому его не изменить, войну не остановить. Пример Ирака. Делали операцию, когда Саддам Кусейн зашел в Кувейт, выгнали его. Через какое-то время вынуждены были новую операцию делать и добивать режим. Понимаете? Здесь нужно понять, что такое поражение Путина. Просто выгнать его за пределы границ 1991 года это не поражение. А мы видим, что Запад говорит, что Россия должна остаться в существующих границах, что развал России опасен для мира, что это ядерное оружие неизвестно, где расползется по, условно, на 15 частей. Если поделится Россия, то непонятно, что с ней делать. Но такие же слова Америка произносила и в 1991 году, когда Союз разваливался. Тогда Джордж Буш, я помню, приезжал в Киев и возражал, чтобы Украина стала суверенной. Они не хотели, чтобы Советский Союз расползался и тоже боялись угрозы, что ядерное оружие расползется. Ну ничего же, 15 республик, грубо говоря, вышли из состава Советского Союза. Ничего не случилось. Вот в чем проблема. То есть нужно понять, что такое поражение России. Когда западный мир четко поймет, что поражение действительно уничтожение этого режима, как, собственно, было с Гитлером. Тогда, еще в 41-м году, Черчилль вместе с Рузвельтом в августе 41-го года, когда еще Гитлер был силен, шел к Москве, они, по сути, договорились, каким образом поступить с Гитлером и с Германией после войны, после того, как разгромят Германию. Сейчас та же самая ситуация. И Украина, и западный мир должны понять, что такое поражение России. Только тогда, когда будет единая дефиниция, когда будут единые действия. Сто процентов. Только и подумала, слово действия вы таки озвучили. Ну да, тогда будет эта дорога такая совместная в одном направлении. Пока не распозвалось ядерное оружие по территории России, но распозвалось оно частично тактическое на территории Беларуси. По крайней мере, СНН, посылаясь на американскую разведку, которая раньше говорила, что не видит этого перемещения, теперь говорят, есть такие тактическое ядерное оружие уже на территории Беларуси. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации говорят, что не будет никакого иметь Лукашенко прямого влияния. Ядерную кнопку эту пресловутую, так сказать, ему не дадут ею пользоваться. Сам Лукашенко приехал сегодня в Россию с двухдневным визитом. Он там прибывает, привез туда полсемейства, какую-то карту опять привез, нападение демонстрирует. Ну и на вагнеровцев, которых мы уже тоже упоминали, пожаловался, говорит, то ли говорит, то ли угрожает, что мол, они меня напрягают, цитирую Лукашенко, они хотят там идти на Варшаву, идти на Жешу. По данным наших приграничников, 5000 сейчас пригожинских вагнеровцев, наемников-убийц на территории Беларуси. Это тоже элемент такого общего шантажа белорусского и российского диктатора. И насколько сильна здесь угроза в размещении как вагнеровцев, так и ядерного тактического оружия на территории Республики Беларусь. Вот когда в прошлый раз мы обсуждали зерновую сделку, я как раз излагал свою позицию. Если он откажется, то тогда он просто повышает ставки. Сейчас он повысил ставки, и если ему адекватно не ответит Запад, а именно начнет грузить зерно по железной дороге, не заблокирует Босфор или какие-то другие действия, то Путин будет воспринимать, что он сейчас тактически выиграл. И тогда следующее, то, что у него тактическое ядерное оружие находится в Беларуси, он будет говорить все время, риторика будет угроз, что он готов ее применить. Собственно, понятно, когда Лукашенко сказал, что вагнерцы хотят погулять на Западе, это прямая угроза Западу. Прямая угроза. И это все он будет делать до тех пор, пока не получит ответные действия. А если будет такая примирительная риторика, мы будем грузить зерно по железной дороге, раз. Если Эрдоган сейчас, он уже озвучил свою позицию, а давайте мы согласимся. Если Запад согласится на требования Путина, семь требований, типа мелочи мы уступили, то начнется следующий этап шантажа. То есть тогда Путин будет усиливать свою позицию. А люди, которые формируют политику, влияют на Байдена и, собственно, формируют политику ряд государств в рамках Евросоюза, возникнет ситуация, что у этих сил, которые говорят, что нужно срочно договариваться с Путиным, тут у них в руках появляются козыри. Вот смотрите, он сумасшедший. Тактический ядерное оружие он уже разложил, расположил в Белоруссии. Он может ударить. Раз. Второе, видите, он наплевал, зерновую сделку не делает, уже бомбит. И если мы там сделаем грузовое сопровождение военно-морскими силами даже в Турции, это прямое ядерное столкновение, что якобы Путин готов, но мы не готовы. Вот, собственно, сейчас, я думаю, как раз та самая ситуация. Ставки подняты. Если на них не будет ответа, то можно считать, что Путин тактически выиграл. И тогда он будет наращивать свое влияние до тех пор, пока не упрется в стенку. Пока ему никто стенку не ставит. А ему надо ставить стенку. Однозначно. Если подытожить те методы и опции шантажа, которые сейчас еще остались при Путине, это зерновая сделка, ядерное тактическое оружие на территории Белоруссии и вагнеровцы там, и запорожская атомно-электростанция еще в руках врага остается, и периодически они там повышают тоже градус эскалации, какие-то объекты устанавливают, минируют все из того, как охладитель и саму запорожскую атомно-электростанцию. Я все назвала или еще что-то забыла? Ну, видите, у него есть самая главная дубинка, которая является фактически, ну, наверное, инструментом самого главного. Она спрятана, и все знают. Это ядерный шантаж. Вот все действия, которые вы перечисляете, это на самом деле, ну, скажем, не самые сильнодействующие средства, самые сильные это угроза применения ядерной силы. И, собственно, именно это является препятствием, почему Украину не принимают в НАТО. Это является, по сути, препятствием, чтобы Америка и Европа действовали очень быстро, дали необходимое оружие Украине. То есть они созревают, что называется. Вчера не давали танки, боялись, потому что Россия предупреждала, что это значит, что эскалации, мы вам ответим. Но в итоге переболели, начали поставлять танки. Также и касается дальнобойного, ракетного, скажем, военного снаряжения, тоже на это пошла Великобритания. И это вот самое, то самое принципиальное оружие, которое размахивает Путин. И мне кажется, именно поэтому Западу нужно окончательно прилиться. Есть государство, мафиозное, ей руководит Путин. Это даже не государство, это банда. Люди остальные, которые там находятся, они, по сути, заложники. И он угрожает не просто Украине, он угрожает цивилизации. А если так, то, соответственно, должны быть кардинальные меры предприняты и действия сделаны. Проблема в том, что Америка и Европа еще не готовы. Они не готовы, не созревают, идет процесс созревания. Я думаю, что с учетом того, что Украина находится на острие, получает ракеты и так далее, именно Украина лучше всех осознает опасность этой ситуации. И здесь нужны серьезные дипломатические воздействия, влияние, работа с Западом. Быстрее убедить. Понимаете? Не получится так, чтобы просто получить какой-то объем оружия. Здесь принципиально нужно понимать, что делать с Путиным, с его режимом. Принципиально. Выгнать его за пределы Украины это первая часть, но это более принципиально они должны определиться. Боимся мы применения ядерного оружия или нет. Если мы не боимся, мы играем в любую игру. Он ставку повысил, параллельно повысили, даже больше подняли. А с учетом того, что ресурсов у этого альянса во много раз больше, здесь нужна просто политическая воля. Тогда, да, Путин попятится назад. Вот сейчас в чем проблема? Не Запорожская атомная станция, не какая-то либо другая проблема. Главное, что он размахивает ядерной дубинкой. Вот чего боится Запад. Всегда в этой жизни рано или поздно надо делать выбор. И будем надеяться, что сделает Запад правильный выбор. Мухтар, хотела, конечно, еще с вами об обходе санкций нашей любимой темы поговорить, но буквально через несколько дней, я думаю, что это и сделаем предметом нашей дискуссии и разговора. Сегодня говорю вам спасибо огромное за этот разговор, за этот анализ, свежие горячие темы и взгляд у вас тоже, как всегда, свежий. Спасибо вам большое, что находите время. Спасибо, до свидания. Мухтар Аблязов, друзья, политик, казахстанский предприниматель, а также лидер движения «Демократический выбор Казахстана» был гостем моего интервью, с ним работала я, Ирина Узлова. Темы непростые, но нужные. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк нашему разговору. Вам не сложно, нам приятно. Подписывайтесь на наш YouTube, на YouTube Мухтара, легко его найти. Можно и в описании под нашим интервью. Также будет он указан. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины победим.